Приближается Новый год и по ящику такие вот пропагандистские сюжеты стали показывать все чаще. Я правда не догоняю зачем. Внимание на экран. Полицейских ОМОН и надзорные органы в этом клубе-ресторане встречают хихиканьем. Но руководство, скорее всего, еще долго будет не до смеха. Заведение ждет крупный штраф или закрытие на долгий срок. Хотите честно? А я в данном случае целиком и полностью на стороне рестораторов и на стороне их гостей. Потому что, ну хоть убейте, но я искренне не понимаю, почему до 23.00 в этом заведении людям находиться безопасно. В 23.01 все. За твою жизнь никто не даст. Ты сухой, дохлой мухи. Ну что за бред? Кто это вообще придумал? Нет, у меня-то есть понимание, для чего вводились данные ограничения. Именно. Для взяток и штрафов, ну другого объяснения я не нахожу, потому что еще раз. Если мы врем о безопасности с точки зрения здоровья, объясните мне тупому. Разницу между 22.59 и 23.01. По какой такой науке за пару минут опасности вируса кратно возрастает? Второй момент. Обожаю сказки про несоблюдение социальной дистанции. Кстати, автор материала тоже взял в рот данную глупость. Между столами никакой социальной дистанции. Судя по застолью, здесь были корпоративы. Да-да-да, гражданин автор. А может быть вы нам заодно расскажете и о том, как соблюдается социальная дистанция в метро или в маршрутках в часы пик? Нет, не хотите? Или знаете, еще я вам давайте тему для сюжета подкину. Впрочем, вне популяторской среды эту историю уже озвучивали. И не единожды, но хотелось, чтобы и в программе Вести. Также вкратчивым, осуждающим голосом. Итак, октябрь текущего года. Ограничительные меры в отношении увеселительных заведений в Москве уже действовали. Равно как и требование носить маски, соблюдать дистанцию, эту дурацкую социальную. День рождения пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Алле-оп! А что, так можно было, да? Хотя, вот вам другое кино, пожалуйста. Оно вообще во время самоизоляции снято. Когда даже до 23-х увеселительным заведениям работать не разрешалось, у нас, в принципе, как будто бы карантин был объявлен. И снова чита Песковых под прицелы объективов попадает на сей раз Лиза и ее брат Микки решили совместно дни рождения отметить в центре столицы. В одной из башен Москва-Сити, да с кучей гостей. Мы вместе едут с днём рождения! И тут же ни дистанции, ни масок, ни перчаток. Стоп, а где же каратели? Простите, ОМОН. А где же съёмочная группа «Канал Россия» с дотошными и честными корреспондентами, которые на всю страну бы как распекли нарушителей? Вот поэтому, друзья, я в данной ситуации и выступаю на стороне вот этих вот рестораторов из первого сюжета. Пусть сперва чиновники со своими детишками начнут соблюдать придуманные ими же правила, заодно отвечать, когда попадаются, а уж после с граждан спрашивают. До этого момента малоуважаемые слуги народа, а не пошли бы вы в жо, в смысле, по дороге из жёлтого в кирпича в направлении сказочного города? Это реальная журналистика предновогодняя. Поехали! Дамы и господа, приближается Новый год, и мы с коллегами решили в это непростое время помочь детям-сиротам из моего родного Екатеринбурга нескольким детским домам. Собираем деньги на подарки, кто сколько сможет, чётких рамок нет, если всё получится, обязательно съездим. Обязательно поздравим ребятишек. Принять участие можно, перейдя по ссылке, она сразу под видео, там всё просто разберётесь, не уговариваю, но призываю. Кстати, о масках. Столкнулся тут вообще с идиотским требованием натянуть на себя намордник. Нет, не от сотрудников полиции, короче. Табачная лавка, обычная, ларёк с дырочкой, как раньше, покупаю пачку сигарет. В ларёки, естественно, не захожу, общение с продавцом ведём через дырочку, с той стороны наденьте маску или обслуживать не станут. Зачем маска, если я, ваш ларёк, не захожу, туда проникает только моя рука, забрать покупку и набрать пин-код на шайтан в машине для безналичных платежей. Нет, и всё, надевайте. В конечном итоге так и не продали мне ничего. Порадовал дальнейший диалог, когда спросила, на каком основании вы требуете от меня намотать на себя эту тряпку на основании закона. Какого? Номер? Кем и когда этот закон принят? От ответа у меня глаз задёргался. Ну, если вы не знаете, что это за закон, это ваши проблемы. Ух ты! Вот это поворот! Ну, а теперь серьёзно. Я уже рассказывал однажды. Никакого закона о масках не существует. От слова вообще. Вносим мы эти предметы на основании рекомендаций Роспотребнадзора и указов губернаторов о соблюдении мер предосторожности. Ни то, ни другое. Впрочем, не является обязательным к исполнению. Законы в России принимаются депутатами, областными, краевыми думами, государственной. Глава региона и Потребнадзор могут лишь инициативу законодательную в парламент внести. На сегодняшний день ни в одном регионе депутатами такой закон не принят. То есть, про обязательный масочный режим нам врут. Однако, этого плюс ежедневного промывания мозгов через телевизор оказалось достаточно, чтобы настроить людей друг против друга. И люди теперь мордой готовы бить даже близким и родным за отсутствие этого намордника. А впрочем, почему я начал-то об этих масках снова? Вот мы и подошли к главному, друзья. Через три дня наступит 2021 год. А на 2021 год в России запланирована массовая вакцинация против коронавируса. Чинуши уже даже календарь прививок составили, утвердили все это дело. Правда, к самой вакцине по-прежнему остаются вопросы. С ней все еще ничего не ясно. Ну вот, например, про тестирование с беременными. Я тоже недавно рассказывал. Девять месяцев женщина-ребенка носит, а создание вакцины только в августе объявили, то есть четыре с половиной месяца назад. Соответственно, такие тесты не проводились. Второй момент. Лечит она или калечит? Оказывается, там куча побочных эффектов имеется. Пруфы, да пожалуйста. Статья в новых известиях. В ноябре газета опубликовала интервью с одним из добровольцев, человеком, который согласился принять участие в тестировании отечественного препарата «Спутник В». Исходя из интервью, которое Андрей Василенко дал моим коллегам, результаты эксперимента получились отнюдь нерадужными. После двух уколов здоровье подопытного резко ухудшилось. Начались осложнения в том числе на сердце. А что же экспериментаторы? А ничего. Нет, чтобы вмешаться и начать разбираться, что пошло не так. Ребятишки просто послали пациента и вся недолга. Когда история звонила, скандал им и вовсе дали пропагандистские СМИ, так называемое опровержение стандартное для России. Он все врет, потому что продался врагам. Гуляй, Вася. И теперь они нам это собираются колоть. В США одобрили к применению вторую вакцину против коронавируса. С первой производства Pfizer с самого начала прививочной кампании что-то не задалось. Как раз сегодня, прямо во время пресс-конференции, потеряла сознание только что привившаяся медсестра. Подобных случаев немало, и все они под пристальным вниманием американцев. Ну да, плохая и некачественная вакцина может быть только американцев. Мы уже к оному привыкли даже. Американцы вообще все очень некачественно делают. То ли дело мы, ну да я отвлекся. Короче, ребят, многие из вас мне в том числе пишут, мол, не стану я колоть это непонятное шириво. А я вам расскажу, как они добьются того, что станешь. И еще как. А они хотят как с масками. Первый шаг, кстати, ребятишки уже сделали. Создали специальный прививочный сертификат или ковид-паспорт. А еще постановили иметь при себе в некоторых случаях медицинскую справку о том, что ты не болеешь короной. Справки, к слову, уже начали требовать. Например, при приеме на работу, в турфирмах, в авиакомпаниях, ну и так далее. Это только начало. Дальше, думаю, очень может так статься, что справку или сертификат о прививке начнут требовать в добровольно-принудительном порядке. Причем везде. На улице, в кафе, в магазине, в такси. Гуляйте. Прививите бумажку, что привитые. Нет такой бумажки. Пройдемте на анализы за ваш счет. Или в магазине, как с намордниками. Не будем вас обслуживать, пока не уколитесь. Главное ведь в этом деле что? Настроить против вас и ваших соседей, друзей, родных, близких, то есть обычных граждан. И вот уже необязательная прививка становится не такой уж и необязательной. С масками же оно сработало. Сработает и теперь. По сути, они планируют просто вынудить тебя сыграть их игру. Давайте забьемся, что именно так и будет. Поэтому, друзья, когда кто-то тихонечко посмеивается, мол, ха-ха-ха, о какой гражданской войне вы лопочете. Да она уже началась. Брат пошел на брата. Мы уже как собаки бросаемся друг на друга из-за отсутствия на лице какой-то тряпки. А в дальнейшем, представляете, людям еще больше головы промоют теперь на предмет вакцины. На предмет опасности, исходящей от непривитых, например, представьте, какая жесть начнется в этом случае. Эти-то чё? Они будут сидеть в VIP-ложах и наблюдать, как мы друг друга жрем. Вы, товарищ, хотели знать, что такое СДД? Сожрите друг друга. Вот, блин, хотел хоть под Новый год что-то хорошее, позитивное рассказать не получается. Одни рывки и прорывы кругом, потому что, ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на наш второй канал, он чисто новостной, четко, емко, лаконично, а главное, коротко и по горячим следам. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok